Мы рады вас приветствовать здесь, в стенах фракции Компартии России, на слушаниях, которые посвящены Великому Октябрю и Детям. Хочу вам представить, сегодня в нашей ведущей газете «Газета Правда» опубликован политический отчет Центрального комитета 17-му съезду нашей партии. Стержнем этого отчета является забота о нашей стране, создание социального, демократического, умного, современного государства, которое прежде всего заботилось бы о детях, женщинах и стариках. Ибо социальная сущность государства прежде всего раскрывается в заботе о будущем поколении. Главная задача семьи – это формирование настоящей личности, человека, способного достойно трудиться, любить свою родину, уважать старших и все делать для того, чтобы лучшие традиции тысячелетней нашей державы продолжались в новом поколении. Главная задача школы – это сформировать гражданина и патриота. Гражданина, который понимал бы, в каком мире и в какой стране он живет. Патриота, ибо человек обязан любить свою страну, понимать сущность ее в современном мире и обязан внести все лучшее в этот мир. В этом отношении детско-юношеские организации в нашей истории всегда играли исключительный уровень. Задача вуза – сформировать хорошего специалиста. Специалиста, который отвечал бы современному уровню научно-технического прогресса и уверенно смотрел бы в будущее, ибо без науки у современной страны, у любой самой мощной, нет будущего. И задача культуры состоит в том, чтобы нравы новых поколений были лучше, гуманнее и достойнее нраву предыдущих поколений. Тогда можно обеспечить мир, защиту экологии и достойное развитие для всех граждан страны, которые проживают у нас. Я должен сказать, что детско-юношеские организации, особенно пионерия, в этой связи сыграли удивительную роль в развитии нашей державы. Была своя пионерская республика с прекрасной материальной базой, великолепными пионерскими лагерями. Один Артек представлял нашу страну в таком виде, в таком прекрасном состоянии, которым можно было гордиться любой стране. Я в комсомольские годы был там и помогал воспитывать детей, и готовить молодежных лидеров для других стран. И был в восторге от того, что там видел. Но спустя 20 лет Артек под руководством власти из Киева привели в полную негодность. Землю решили распродать, там 220 гектаров великолепных лесов, великолепной земли, лучшего побережья на Черном море. Так вот, в последнее время по нашей инициативе, инициативе Кумпартии России, при поддержке президента, вернули его под государственное крыло. И за последнее время мы там освоили почти 10 миллиардов рублей. Все 9 лагерей снова восстановлены. Вот сейчас завершаем последние два грандиозных объекта. Это будет лучшая здравница, детская здравница в целом на планете. Уже в этом году там отдохнет 38 тысяч детей. В прошлом году отдохнуло 30 тысяч. И дети из любого субъекта Российской Федерации, которые хорошо учатся, которые активно ведут, занимаются общественной работой, творчеством, имеют возможность там отдохнуть. Я хотел подчеркнуть, что мы особо выделили программу детского отдыха и защищаем ее все эти годы. Наши предложения многие прошли, поддержаны, но нужны совместные усилия, чтобы организованный детский отдых был повсеместно, а не только в отдельных пусть и прекрасных пионерских и детских здравниц. Мы завершили, по сути дела, к нашему съезду еще создание в народном предприятии совхозе имени Ленина нового детского уникального учреждения. Там детский сад, которых нет, похожих нет ни в России, ни в Европе. Приглашаю посмотреть, и вы просто порадуетесь. И школу. Школу создали будущую, которую питало все лучшее из русской и советской школы и все современные технологии, позволяющие детям блестяще учиться и получать классическое образование. Своей школой, своими детскими садами, своими пионерскими традициями можем гордиться. Мы отмечаем 95-ю годовщину создания пионерской организации. Завтра в колонном зале Дома Союзов пройдет большой концерт, на котором выступят детские коллективы со всей страны. В том числе, вот только что мы встретили, приехал детский коллектив из Братской Белоруссии. А в воскресенье на Красной площади пионеры будет принято еще около 5000 детей, которые приедут из различных субъектов Российской Федерации. Так что начало этой акции в 12 часов на Красной площади. Приглашаем вас. Я думаю, вы откликнетесь. Это будет очень интересно и ярко, и очень содержательно. Хочу сказать, что по нашему предложению, который поддержали многие знаменитые люди, вышел два года назад указ президента, по которому он принял решение о воссоздании детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях Российской Федерации. Мы считаем это исключительно правильным и разумным решением. Так что сегодня проводим круглый стол, на котором, надеемся, обсудим и проблемы, и трудности, и одновременно подготовим свои предложения для наших законов и бюджета. Бюджет, разработка которого на ближайшие три года уже началась, должен содержать все необходимое для развития и образования нового поколения российских граждан. Продолжение следует...